Положительными новостями начинается новый 2017 год для российских пенсионеров и пенсионеров Артемовского городского округа в том числе. Одна из таких новостей – единовременная денежная компенсационная выплата в размере 5000 рублей, которую получит каждый пенсионер, начиная с 13 января. Такое решение правительства связано с тем, что до 2016 года, к примеру, страховые пенсии индексировались с учетом роста потребительских цен, а пенсии по государственному пенсионному обеспечению зависели от роста прожиточного минимума пенсионера. В условиях сложившейся экономической ситуации в стране в прошлом 2016 году был изменен порядок ежегодной компенсации пенсии. А именно, с 1 февраля 2016 года осуществлена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 4%, а с 1 апреля на те же 4% проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению. При этом официальная инфляция за 2015 год составила 12%. Нужно отметить, что индексация не коснулась работающих пенсионеров. Между тем, по официальным данным, из 21 тысячи пенсионеров, проживающих на территории Артемовского городского округа, продолжают трудиться примерно 4200 человек. Юлия Усикова, ведущий специалист-эксперт отдела назначений перерасчета и выплаты пенсий, Управление пенсионного фонда по городу Артемовске, уверенно заявила, что в канун Старого Нового года на счета артемовских пенсионеров начнет поступать гарантированно российским правительствам единая компенсационная выплата в размере 5000 рублей. Выплата, единовременно денежные выплаты сформирована людям в соответствии с указом президента 385, от 22 ноября 2016 года в размере 5000. Данная выплата направлена в отделение доставочных организаций, в почтовое отделение, а также направлены в отделение Сбербанка для зачисления на счета получателям пенсии. Также хочется сказать, что единовременная денежная выплата полагается только тем гражданам, которые по состоянию на 31 января являются пенсионерами и также имеют постоянное проживание на территории Российской Федерации. То есть, если пенсионер утратил право по состоянию на 31 декабря 2016 года, права на единовременную выплату у него отсутствует. Данная выплата наследуется, но при условии, если гражданин, то есть пенсионер умирает до 31 декабря 2016 года, права на эту выплату он не имеет, соответственно, и наследоваться она не будет. Если гражданин умирает после, начиная с 1 января 2016 года, вот в данном случае наследование будет на эти 5000. Кроме того, тем гражданам, у которых на 31 декабря 2016 года официальная пенсия находилась в стадии назначения, но при этом у них имеется право на ее получение, в этом случае 5000 компенсационная выплата будет произведена позже. Кроме того, тем гражданам, у которых на 31 декабря 2016 года официальная пенсия находилась в стадии назначения, но при этом у них имеется право на ее получение, в данном случае 5000 компенсационная выплата будет произведена позже. Данной выплате подлежат все пенсионеры всех видов пенсий, трудовые, социальные пенсии, государственные. Также граждане, пенсионеры, которые получают пенсию в двух ведомствах, то есть в пенсионном фонде, а также бывшие военнослужащие, данная выплата будет произведена пенсионным фондом. По словам специалиста управления пенсионного фонда по городу Артемовский Юлии Усиковой, графики доставки компенсационных выплат полностью согласованы с альтернативными предприятиями и утверждены руководством. Начнется доставка с 13 января. Те граждане, которые получают пенсию с 13 день в день, у них будет доставка, а граждане, получающие пенсию с 3 по 13, соответственно, там распределен график, и доставщики, то есть специалисты отдела доставки, они должны сообщить, соответственно, когда будет доставлено 5000. По поводу Почты России, тоже график согласован, и график примерно тот же самый. С 13-го числа начинается доставочная организация. По поводу кредитных учреждений хочется сказать, что зачисление на счета начинается с 10-го числа, то есть это уже утверждено, 10-го числа направлены списки в кредитные учреждения для зачисления на счета получателей. Если вдруг возникли какие-либо недоразумения с выплатой данной единовременной компенсации, необходимо позвонить в управление пенсионного фонда по городу Артемовский, специалисты которого помогут разобраться в ситуации. В случае неполучения единовременной выплаты в размере 5000, вы можете обратиться в управление пенсионного фонда, в клиентскую службу, а также позвонить по телефону 223-45. В Артемовском городском округе проживает немногим более 21 тысячи пенсионеров. Это практически треть от общего количества населения, проживающего на территории Артемовского района. И каждый из них в первые дни нового 2017 года получит от государства единовременную компенсационную выплату в размере 5000 рублей.